Добрый день, любители радиоуправляемых моделей! Нам часто приходят вопросы, в каких программах вы работаете, как вы отрисовываете те или иные детали моделей. И, в частности, сегодня хотелось поговорить об одной очень удобной программке для рисования профилей крыла, для рисования целых панелей крыла. Это программа Profili Pro версия 2.0. Сегодня мы поговорим об этой программе. Сразу хочу сказать, что программа не бесплатная и в тестовом режиме ее возможности довольно сильно ограничены. Но, тем не менее, есть пробный пилет, в течение которого вы можете попробовать полную ее функциональность. Также сразу скажу, что сегодня мы в особой дебри не полезем. Программа достаточно функциональная, она может и параметры профиля рассчитать, и поляры, и числа рейнельца и тому подобные параметры. Но сегодня нас будет интересовать, в первую очередь, практический аспект этой программы. То есть, как с помощью этого инструмента построить шаблоны для создания крыла модели. В частности, для примера я взял крыло обновленный цесны, копийный вариант. И сегодня мы переделаем это крыло под вариант с нервюрами. То есть, точно такой же по форме, по размаху, но не лонжероны будут установлены внутри крыла, а сделаем классический наборный вариант с нервюрами, с рейками, все как положено. Итак, что эта программа умеет? В первую очередь, в этой программе есть достаточно обширный список профилей. Если убрать все фильтры, то мы видим почти 2400 профилей разных вариантов, разных модификаций. Если выбираем нужный профиль, здесь в окне предпросмотра отображается, что это такое, как он выглядит, этот профиль. Проматываем вот, пожалуйста, целая куча разных профилей. Отличаются они вроде бы немного, но, тем не менее, отличия у каждого профиля есть и используются они, каждый для своих целей. В частности, это планерный профиль и так далее. Можно промотать целая куча, в том числе реальных профилей, которые используются на больших самолетах. Профили Боинга. Как видите, они достаточно интересные бывают, иногда и не совсем стандартные, на первый взгляд. Тем не менее, на настоящих самолетах вот такие профиля используются. У нас в первую очередь интересует сегодня более простой вариант. Это классические плосковыпуклые профили, которые чаще всего и применяются на подобных моделях. Профили серии Кларк, например. Набираем в фильтре название профиля, если мы его знаем. И вот программа показывает нам все профиля, которые имеют в названии это слово, этот фильтр. Здесь тоже несколько различных модификаций этого профиля, но тем не менее, они достаточно похожи. Есть некоторые профиля модифицированные, разные толщины, есть симметричный вариант профиля и так далее. Если нам нужно найти похожие профили, чем-то нам конкретно, скажем, вот эти Кларки не нравятся, но нужно близкие по форме, по параметрам профилей найти, мы можем отобразить все профиля похожие на данный вариант. Пожалуйста, программа автоматом подбирает подобные профиля, они действительно все похожи, но небольшие различия, как видите, все-таки у них есть. где-то чуть-чуть изгиб нижней плоскости побольше, где-то более толстые или тонкие, например, носовая часть профиля, где-то задняя кромка слегка изогнутая получается, но все они похожи. Вернемся к нашему фильтру и теперь нам нужно рассчитать параметры профиля для нашего конкретного крыла. Из параметров нас в первую очередь интересует относительная толщина профиля. Она считается от хорды, то есть от максимального расстояния от передней кромки до задней. Конкретно для этого крыла хорда корневой части 175 мм, в концевой 125 мм. Ну а толщина профиля зависит от того, какие будем использовать лонжероны, какой у нас есть материал. В частности, здесь лонжерон используется плоская рейка 15 мм высотой. И под такую же толщину мы будем разрабатывать сегодняшнее крыло. То есть, с учетом двух слоев обшивки по 3 мм, максимальная толщина профиля должна быть 21 мм. Чем плоха эта программа? Тем, что здесь нельзя задать конкретные какие-то значения. Что нарисуй профиль, скажем, с толщиной 21 мм и хордой 175 мм. Такого здесь сделать, к сожалению, нельзя. Здесь приходится оперировать именно относительными величинами и считать толщину профиля в процентах. Ну, на самом деле, сложного ничего в этом нет. Школьный курс арифметики нам в помощь. Обычные пропорции. Если 175 мм это у нас 100% возьмем, то 21 мм, сколько это будет в процентах, посчитать не так сложно. 21 мм умножаем на 100 и делим на 175 мм. Итого получается в корневой части крыла высота профиля 12%. Ну, и сразу посчитаем для концевой части. Так как толщина профиля у нас не уменьшается, берем те же 20 мм, умножаем на 100 и делим на 125. 16,8. Итак, у нас в наборе профилей с такими параметрами нет. Максимально близкий вариант это Кларк Вай 11,7%. Но он будет чуть-чуть тонковат для нашего крыла. А для концевой нервюры 16,8% вообще такого профиля нет. Есть 18, слишком большой. Есть 15, слишком тонкий профиль. Поэтому нам нужно сейчас создать еще один вариант профиля. Возьмем тот же Кларк Вай вот этот. И сделаем профиль с толщиной 16,8%. Вверху в меню есть вкладка процесс. И здесь вот XFoil и AirFoil Processing. В этой вкладке нас интересует, в принципе, только вот эта строка. Модификация толщины и кривизны профиля. Но кривизну мы трогать не будем, а толщину сейчас установим. Так, задаем название нашего будущего профиля. По умолчанию он Кларк Вай мод подписывает. Мы подпишем 16,8%. Хотя процентов названия лучше не ставить, просто 16,8%. И задаем вот здесь установить максимальную толщину профиля. Те самые 16,8%. Применяем настройки. Как видите, программа отрисовала новую линию. С увеличенной толщиной профиля. И все, окей, сохраняем. Вот у нас появился новый профиль. Кларк Вай 16,8%. Ну, а стандартный профиль 11,8% нас также вполне устраивает. Чуть-чуть тоньше, конечно, чем нужно, но тем не менее. Его можно вполне оставить. 11,71%. Ну, теперь, когда мы профиль создали, мы можем переходить к отрисовке нервю. Закрываем библиотеку профилей и идем вот на эту вкладку. Здесь мы можем просто нарисовать нервюры, а на соседней вкладке сделать сразу чертеж крыла полностью. Со всеми его элементами. И, на мой взгляд, вот этот вот вариант нам подходит гораздо больше. Он более удобный просто. Создаем новый вариант крыла, новые панели. Кстати, здесь поддерживаются три варианта. Первый, это, собственно, наборная панель с нервюрами и лонжеронами. Второй вариант, это крыло из пенопласта. То есть, задаются координаты корневого и концового профилей. И потом для резки струной делаются шаблоны. Ну и можно даже сразу создать программу для резки на четырехкоординатном ЧПУ-станке для пенорезки. Нас сегодня интересует классический вариант. Создаем панель крыла с нервюрами. Также нужно дать этой панели название сразу. Можно дать расшифровку, если это необходимо. И задаем тип нашего крыла. Панель у нас либо трапециевидная, может быть, либо эллиптическая. Нас интересует трапециевидная. Ну, для примера я эллипс тоже покажу, что он из себя представляет. Применяем настройки. И как видите, в случае эллиптического крыла мы задаем максимальную хорду. Мы задаем максимальный размах одной половинки крыла. Половина размаха общего модели. Мы задаем хорду в корневой части крыла. И мы задаем ширину вот этой вот концевой части последней нервюры крыла. Законцовка в данном случае не считается. И вычитается из расчета расстояния между нервюрами. Ну, а для трапеции тут немножко все проще. Задается размах. Половина размаха, точнее сказать. Ну, а мы сейчас будем отрисовывать в первую очередь вот эту концевую часть, которая идет на сужение. Центроплан в данном варианте крыла ровный, прямой. Здесь все нервюры одинаковые должны быть. Ну, а вот эту вот сужающуюся часть мы сейчас отрисуем. Итак, размах этой секции крыла 280 миллиметров. Задаем длину панели 280. Корневая хорда 175 миллиметров. Концевая 125 миллиметров. И здесь мы можем задать смещение передней кромки относительно корня крыла. По умолчанию он у меня поставил 25 миллиметров. У нас передняя кромка прямая, значит устанавливаем ноль. Применяем. И вот мы получили вот такую трапецию. Как раз по форме, повторяющую законцовку нашего крыла. Также здесь мы можем установить углы установки в корневой и концевой части. То есть, сразу задать крутку крыла, если это необходимо. Но для нашей модели, опять же, она не требуется. И в целом, для отрисовки нервюр тоже разницы нет. Зададите вы эту крутку или нет. Просто в конце создания панели крыла мы можем отрисовать, в том числе и детали стапеля для сборки. И они уже будут все эти углы учитывать. В остальных случаях, здесь нам, вот эти два параметра нам ни на что не влияют. Жмем далее и задаем количество нервюр, сколько нам нужно, чтобы уместилось в этой секции. То есть, от корня до законцовки самой. Установим, скажем, четыре нервюра. Думаю, что для такого размаха больше не требуется. Расстояние между нервюрами программа считает автоматом. Ну, кстати, можно его задать и вручную. Например, сейчас нам программа посчитает панель крыла без учета сужения законцовки. Ну, а нам сужение, скажем, очень нужно для копийности или еще для чего-то. Поэтому добавляем еще одну нервюру, пятую, которую мы использовать не будем. И устанавливаем вручную расстояние между нервюрами. Между четвертой и пятой нервюрами расстояние поставим, в нашем случае, 30 мм. Итак, чтобы у нас между четвертой и пятой нервюрами осталось 30 мм, нам нужно увеличить эти три расстояния, в данном случае, на 12,5 мм. То есть, 82,5 мм. Устанавливаем, применяем настройки. Ну, как видите, с первой по четвертой нервюры у нас расстояние увеличилось. Ну, а здесь остался участок на законцовке. И пятую нервюру мы можем просто не использовать, к примеру. Ну, расстояние 32,5 мм. Тогда можно до 83 мм увеличить. Все. Программа автоматом считает все эти параметры. Очень удобно. Так, нажимаем далее. И выбираем профиля. Нас интересует профиль ClarkWire для корневой части. Вот. Ру-3 корневая нервюра. И нервюра законцовки. Можно просто из списка выбрать. А можно через окно выбора. ClarkWire 16.8, который мы только что создали. Вот, пожалуйста, концевая нервюра у нас. Не такой достаточно толстенький профиль. Ну, а корневая потоньше получается. И здесь же можно посмотреть снова чертеж крыла. Самой панели. Так, идем дальше. Здесь мы задаем обшивку для нашего крыла. Устанавливаем толщину обшивки. В нашем случае 3 мм. В том числе и верхняя и нижняя обшивка может отличаться. Но у нас материалы не на тот же. Ставим одинаковые. И добавляем галочку, что у нас идет зашивка по всему профилю. По всей хорге. Программа также позволяет оставить обшивку только на какой-то секции крыла. Например, если зашиваем только лоб. Скажем, бальзой, а все остальное будет у нас обтягиваться пленкой. Но это не наш случай. Здесь мы задаем обшивку для пенопластового крыла. Применяем. И вот смотрим на профиля нервюра. Видите, появился внутренний контур. Более узкий, более тонкий. И вот этот внутренний профиль, это собственно и будут у нас нервюры. А внешний контур, это то, что должно получиться уже по профилю крыла. Внешний, внешнего профиля. То же самое для концевой нервюры. Пожалуйста, два профиля. Вот это вот расстояние, оно 3 мм. Идем далее. Здесь мы можем установить переднюю кромку крыла. Варианты есть без передней кромки. Скажем, самое простое крыло. Можно поставить квадратную рейку. И задать ее размеры. Вернее, прямоугольная рейка. Два параметра. Высота и ширина. Можно задать, скажем, квадратную рейку. Здесь только одна цифра. Скажем, 4 мм. Установим, вот отрисовался квадратик на нервюре. И можно установить круглую, переднюю кромку, если, скажем, используя в этом плане карбоновый пруток. Ну, у нас обычные рейки используются, поэтому поставим квадратную переднюю кромку размером 4 мм. На концевой нервюре также, видите, передняя кромка отрисовалась. Идем далее. Здесь можем установить параметры для задней кромки. То есть, у нас на законцовке крыла есть элероны, и нам нужно вклеить заднюю кромку так, чтобы элероны перекрывались. То есть, ширина должна быть порядка 40-45 мм. Конкретно для этой панели. Устанавливаем треугольную заднюю кромку. Корневая ширина 40, концевая тоже 40, и установочный угол, если это необходимо. Так, применяем. И вот отрисовалась линия задней кромки. На нервюрах, кстати, она тоже будет отрисовываться, и мы можем уже при сборке крыла сразу вырезать не всю нервюру вместе с хвостовиком, а этот хвостовик обрезать, потому что все равно этот участок у нас будет закрыт кромкой. Идем далее. И переходим к лонжеронам. Лонжеронов может быть несколько, поэтому здесь можно добавлять их необходимое количество. Создаем новый лонжерон. Можно его назвать как-то, но у нас он будет, думаю, один. Итак, тип лонжерона квадрат, прямоугольник, круг, эллипс и на полную высоту. с вырезами снизу, с вырезами сверху под нервюру, если это необходимо. Сделаем на полную высоту с вырезами сверху. Толщина лонжерона скажем, тоже пусть будет 4 мм. Позиция установки лонжерона, где он у нас на каком расстоянии от передней кромки располагается. По умолчанию 30%. Это, кстати, достаточно хорошее место для профилей такого типа. Во-первых, максимальная толщина профиля, очень удобно устанавливать центровку модели просто по лонжерону. То же самое отрисовывается и для концевой нервюры, но у нас здесь лонжерон прямой, изгибаться он как задняя кромка крыла не будет, поэтому на концевой нервюре нам нужно лонжерон сместить немножко назад. и это будет у нас не 30%, а около 40%, может даже чуть больше. Попробуем 41% для начала поставить. Вот, видите, лонжерон ушел назад. И на шаблоне самой панели смотрим маленько промахнулся, еще чуть-чуть надо увеличить. Процент 42%, с половиной, пожалуй, так поставлю. Вот, теперь, как видите, лонжерон смотрится прямым. На концевой нервюре все тоже отображается, где должен быть вырез. можно, скажем, поменять расположение выреза, сделать его на нервюрах снизу, на лонжероне соответственно будут вырезы сверху. И можем лонжерон сделать на всю длину, здесь полная длина, а можем установить, скажем, длину лонжерона от первой до четвертой нервюры, так как пятую мы использовать не собираемся, будем делать сужающуюся законцовку, то устанавливаем лонжерон с первой по четвертой нервюры. И снова на шаблоне крыла мы можем видеть, вот пожалуйста, лонжерон укоротился, хотя передняя кромка проходит у нас через все крыло и также заднее. Идем далее. и здесь мы можем добавить окна для облегчения. По умолчанию окна облегчения вырезаются по профилю нервюры. Задается толщина отступа. в процентах от максимума. И можно применить как для всех нервюр, так и тоже к нервюрам с первой, в данном случае по четвертой, сделаем. окна не хочется рисовать вручную, то можно применить автоматическую генерацию окон облегчения. Но в нашем случае нервюры слишком узкие, при таком проценте отступов вообще окна облегчения не рисует. Даже при нулевом проценте окошечки получается довольно маленькие. Для мелких моделей в принципе облегчения рисовать особого смысла нет. поэтому здесь я просто убираю. То, что у нас программа автоматом нарисовала. И это окно просто пропускаю. Иду далее. Ну и здесь мы можем задать параметры для стапеля элементов стапеля. можно добавить одну заднюю стоечку если это необходимо. Вот пожалуйста небольшой уголочек дорисовался. При сборке крыла можно будет установить все нервюры на эти подставки и будем знать что крыло задается под нужным углом. И будем знать что крыло установится под нужным углом. Выдержаны будут все крутки все углы все как положено. Для сборки сложных панелей для крыльев скрутки это удобно. Здесь мы можем ширину задать дистанцию от задней кромки установить побольше если это необходимо. А можем например сделать две подставки спереди и сзади. Кому как удобнее. Кто как привык работать кому какой вариант больше нравится. Можно сверху сделать такие же подставки то есть если вы крыло собираете в перевернутом положении. крыло простое его смысл собирать на стапеле я никакого не вижу. Поэтому тоже это окно пропускаем. здесь мы можем задать формат бумаги для печати. Для самой панели лучше всего выбрать цельный лист минимальный возможный формат чтобы не разбивало на части. нервюры можно либо каждую на отдельном листочке рисовать либо выбрать скажем формат А4 или какой там у вас есть принтер и тогда программа будет автоматом раскидывать нервюры по уже имеющемуся листу. сделать предпросмотр вот пожалуйста все нервюры у нас на один есть помещаются и поэтому печататься соответственно будут тоже на одном листе и также можно сделать шаблоны для носа тоже выбираем формат бумаги если это необходимо и вот пожалуйста шаблоны для проверки профиля в лобовой части крыла напротив каждой нервюры свой шаблон делается если они вам не нужны их можете просто не печатать все настройка крыла у нас завершена нажимаем кнопку готово и вот у нас настроенная панель теперь теперь нам нужно либо напечатать либо вывести файл для дальнейшей работы в других редакторах нажимаем кнопку принт экспорт выбираем скажем нервюры расположенные на листе спрашивают что бы были изменения какие-то пожалуйста снова вывелся этот лист мы можем его распечатать можем так например вывести тоже отдельный лист который мы можем либо распечатать либо экспортировать файл например нажимаю стрелочку и экспортирую его как bxf автокадовский формат можно указать параметры экспорта в принципе здесь менять особо ничего не требуется просто нажимаем ok и выбираем куда сохранять и под каким названием вот этот лист с нервюрами документы или скажем на рабочий стол экспортировать текст ну если эти номера нервюр вам нужны да можно экспортировать не открывать новый файл чтобы сейчас другие программы не запускались все нервюры экспортированы и то же самое мы можем сделать с чертежом самого крыла можно сделать предпросмотр можно также открыть турист для печати как видите тоже формат а4 уменьшается вот эта законцовочка и мы ее также можем экспортировать либо отправить на печать все те же параметры все те же настройки одинаковое название файлов не оставляйте иначе предыдущий файл был перезаписан сохраняем экспортируем в том числе и текст здесь правда его нет пускай будет в экспорте все панель крыла мы нарисовали теперь с ней можно дальше работать к сожалению программа не позволяет отрисовывать такие к сожалению программа не позволяет отрисовывать крылья с изломами не позволяет делать какие-то сложные формы но всегда крыло можно разбить на несколько частей в частности центроплан и законцовка отдельно рисуется центроплан отдельно рисуется консоль и потом уже в другом редакторе эти две детали можно собрать воедино в частности здесь можно все закрыть добавляем еще одну панель все то же самое цесна 152 например трапеции размах этой секции 195 миллиметров 195 хорда 175 как корневая так и концевая раз уж у нас центроплан прямой смещение передней кромки нет ставим 0 применяем получили прямоугольник далее задаем количество нервюр скажем 4 штуки здесь автоматическое выставление расстояний далее убираем профили в нашем случае профиль также будет одинаковый можно также отрисовать линию хорды профиля если это необходимо угол установки крыла кстати на модели считается именно по линии хорды не по нижней плоскости как многие думают а и по линии хорды и если нижняя плоскость наклонена немножко вниз то это не значит что крыло установлено под отрицательным углом атаки добавляем обшивку тоже по 3 миллиметра очень также переднюю кромку делаем 4 миллиметра квадрат задние кромки здесь можно не делать в этой части крыла у нас никаких рулей нет эту вкладку пропускаем а вот лонжерон и добавим 4 миллиметра квадрат на всю длину и на 30 процентах размаха но да только не квадрат а на всю высоту профиля с слотом под нервюры внизу нервюры слотом под лонжерон внизу нервюры жмем далее облегчение также не будем делать смысла особого в них нет стапель тоже для центроплана здесь делать смысла никакого не вижу далее все готово для нервюр можно задать снова формат бумаги для центроплана пускай он автоматом считается все и точно так же экспортируем в данном случае только чертеж ценового крыла экспортируем экспортирую как дxf файл сохраняю все 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 элементы крыла для цесны отрисованы и дальше можно их загружать в другой редактор объединять в единую конструкцию и выводить либо на печать либо нарезку в зависимости от того какой у вас есть инструмент билл к примеру вот я сейчас импортировал все три файла в Corel объединяю единое целое чертеж панели крыла и наши пять нервюр причем самую большую корневую нервюру мы будем использовать как в корне законцовки так и в центроплане пожалуйста чертеж крыла для Cessna 150 в варианте с наборным крылом с наборным каркасом мы сегодня сделали видите не так это было и сложно вот мы с вами рассмотрели еще один интересный инструмент для работы с моделями и не только с моделями конечно но в первую очередь нас интересует именно модельный вариант научились разрабатывать чертежи крыла для наших моделей но если будут интересны другие настройки другие возможности этой программы пишите об этом в комментариях выберем время и также снимем по этим вопросам отдельный видео урок но на сегодня наше видео подходит концу если вы нашли для себя что-то полезное не забывайте поставить лайки подписывайтесь на канал и конечно мы рады будем вновь вас видеть на нашем канале но я с вами прощаюсь до новых встреч до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по взрослому